в израиле прошли выборы в местные советы власти ну прошли они не везде то есть везде они прошли но не везде они закончились в некоторых городских советах вот вышли во второй тур кандидаты и так сказать еще состоится очередной этап выборов чтобы определить победителей ну эту часть выборов мы вряд ли будем трогать хотя может быть вам есть что сказать а я хотел бы поговорить о каких-то вещах некоторых точечных моментах этих выборов которые на вас произвели или не произвели впечатление начнем с такого начну с такого вопроса в этот раз впервые в истории израиля выборы в местные советы сделали выходным днем свое время когда это закон принимался он обосновывался тем чтобы повысить явку избирателей чтобы людям создать более комфортные условия и они могли прийти на выборы на ваш взгляд насколько оправданным был такой шаг потому что были голоса как за таки против например руководители мелкого бизнеса небольшого бизнеса категорически возражали это потому что они потеряли большие деньги по их словам есть конкретные цифры они вынуждены были тем кто вышел на работу они платили зарплаты 200 процентов тем кто не вышел они вынуждены платить отпускные отпускной день и так далее но так вот насколько на ваш взгляд оправдались эти надежды по повышению явки и вообще нужно было это делать или нет я приду простой пример если допустим в тель-авиве явка действительно по сравнению с предыдущими выборами в местные советы увеличилась на 12 процентов то в иерусалиме она была меньше чем в тринадцатом году пожалуйста ваше мнение коротко но видите ли тут не будет одного мнения никогда во первых там где вас там где 2 еврея там четыре мнения для начала выходной день или нет я считаю что да я считаю что да потому что мне кажется что это должно стать традицией потому что выбора это какой-то такой осознанный для людей шаг который должен сопровождаться все же не только отрицательными эмоциями каковы и положительно приготовление шашлыка после приготовления шашлыка посещение выполнение избирательного долга который по моему выполнили месячный вообще план в этот день потому что что творилось в израильских торговых центрах да это работать они имели право то есть для бизнеса как раз то было совсем неплохо александр а что не было надежды что люди после работы придут михаил я сейчас скажу как я раньше думал как политик из чего добивался и скажу что я сегодня когда мы начали 92 года делать первые партии мы были готовы и даже потом когда зашли в кнес и пытались это добиться чтобы выборы муниципальные были выходным днем почему мы переживали за новых репатриантов которые только приехали пошли на работу и они бедные работают и вечером еще остаются на подработку и поэтому приходят домой и уже сил просто нет и на выборы не идут а местные которые уже давно здесь живут или здесь родились они все устроены они как бы спокойно могут и во время работы выйти проголосовать или они не очень утруждаются и потом могут проголосовать и вот у нас была основная идея требовать чтобы муниципальные выборы были выходные это раз второе решение о том что муниципальные выборы день этот выходной он очень себя не оправдал потому что по стране в общем-то процент высшим средненный ненамного ненамного выше поэтому я говорю он как бы себя не оправдал хорошо сейчас нет я сейчас скажу а сегодня думаю сегодня я думаю что этот день не обязательно делать выходным потому что сегодня можно говорить что все примерно в равных условиях находятся и те которые приехали недавно и которые давно живут и здесь родились это же гражданский долг и здесь я бы просто предложил такую вещь если ты пошел в этот день на выборы да вот тоже вариант такой если ты проголосовал этот день на выборе то ты можешь считать себя это день шабатон то есть выходной а если ты не ходил на выборы то тебе не засчитывается это понятно интересно это сладнее считать но по-честному пойдем дальше пойдем дальше мой хороший друг и коллега когда вот буквально заканчивалась подготовка к этим выборам заметил что зачем вообще все это нужно он имел ввиду подготовительный период он сказал я не знаю тех людей на этих плакатах я не в них не буду читать их программы а если а если ягод и взялся как журналист про честь то я убедился что программы практически повторяют кандидата соперников буква в букву зачем было тратить такое кошмарное количество денег а цифры есть на эти избирательная кампания еще не до конца подсчитано обошлась примерно в полтора миллиарда шекелей это считают даже расходы на вот этот отпускной день да пожалуйста минутах нужно было все это или нет я не знаю включают ли эти полтора миллиарда шекелей секундочку пожертвования которые собирались кандидатами ведь не все время на полтора миллиарда этой 600 от государства от 600 миллионов это непосредственно организация избирательного процесса и примерно 750 800 миллионов это вот то что то что стоило это бизнесу но видите ли михаил демократия тоже стоит денег и больших вот потому что в итоге как сказал ваш друг если думать так как заборы были обклеены мало кому известными лицами но во первых тот кого это интересует он поинтересовался я все же думаю так да я сама знаю людей которые там ходили в этот день и заранее спрашивали интересовались проверяли я тоже интересовался ни один кандидат не говорил я нанесу вред этому городу я устрою жуткую жизнь этим горожанам все говорили я я превращу этот город в сад я сделаю вашу жизнь как в раю нет ну некоторые еще говорили я превращу вашу жизнь в пустыню выжженную потому что я перекрою вам ну для своей паства вы берете исключительно закрою все торговые точки по субботам так нужно было делать дорогостоящую компанию послушайте есть какая-то стоимость любого такого действа вот у нас через год будут выборы в кресет наш парламент они будут стоить гораздо дороже и что мы теперь их отменим а что вы думаете что когда партии идут парламент все знают вообще что они имеют ввиду что они обещают гражданам и собираются ли они это выполнять и скорее что нет я тебя поддерживаю она немножко скажу о другом смотрите есть правила игры закон да например вот город средний израильский город ты знаешь если ты идешь на выборы и ты проходишь например один мандат да то что ты потратил тебе государство возвращается примерно около там 300 тысяч шекелей теперь группа людей которые считают что у них есть шанс до пройти они говорят смотри почему бы не попробовать тем более мы эти деньги потом получим назад я просто знаю конкретные списки где люди брали некоторые даже суды просто и они шли на выборы и они обвешивали весь город на эти деньги прошли и удачно например прошли они еще получили деньги у них еще кое-что и осталось даже то есть раз такие правила игры так почему они не играть следующий вопрос к вам эту фразу в принципе я очень часто встречал сейчас когда были выборы но по большому счету я ее встречал и после любых выборов хоть парламентские хоть местные советы тем не менее в этот раз эта фраза повторялась на мой взгляд чаще мне так показалось что люди говорили я никогда не встречал еще таких грязных предвыборных компаний вот на ваш взгляд это это предвыборная компания отличалась смысле грязи каких-то трюков подножек кандидатов попыток смухлевать от предыдущих или же нет у меня сложилось впечатление что я сейчас на впечатление я же не говорю о прокурорской проверке ну окей возможно это произойдет в любом случае а ощущение да ощущение такое что на этот раз выборы были куда более агрессивными и вся атмосфера вокруг этих выборов и вокруг кандидатов было очень она накалилась до предела в день выборов и да все сняли белые перчатки и не будем называть поименно кто и зачем и почему склонял редко где можно было встретить действительно элегантную борьбу и какой-то элегантный кампейн который бы уважительно относился как самому кандидату так и к его противнику к сожалению вот такое ощущение что на этот раз все куда-то было жестче я согласился извинила я действительно живущи но я бы не сказал что это были какие-то более грязные выборы и так далее видел в разных городах списки их программы которые говорили только себе что вот они хорошие они что-то предлагают ей были списки которые не меньше говорили о себе в основном они поливали грязью других это было но это бывает всегда я хочу еще одну такую деталь сказать я смотрел отчеты по телевидению и они сделали интересный анализ по поводу рекламы и вообще информационного поля оказывается вот если взять всю объем весь денег который был потрачен на пропаганду 60 процентов всех денег ушло фейсбук да а только 10 процентов ушло на общеизраильскую традиционные сми да 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 это представляете куда это все а вы знаете какой уровень общения фейсбуке поэтому естественно вот такое ощущение что грязь была ужасная но были такие вещи которые неожиданные да вот я для города смотрите вы помните за две недели по моим еще до выборов нового мэра в хайфе не допускали к выборам да вот видите справедливость восторжествовала и она ее не допускали если мы уже они заговорили это каши ротом до лишь ротом поскольку 90 процентов вела свою пропаганду работу исключительно в социальных сетях например кстати к лишь ротом это очень интересный пример того что суд в итоге несмотря на то что она была признана виновной в нарушении планирования строительства несмотря на то что она заплатила штраф 30 тысяч и из-за этого собственно говоря ее противники требовали ее не допущение на выборы суд все же решил что да она виновата в чем-то но это не означает что она не может быть достойным мэром и поэтому надо сказать я думаю к великому огорчению противников и и все же кандидатуру ее победа была более чем убедительно она набрала пятьдесят пять с половиной процентов пропаганда совершенно верно просто разгромив да понимаете как нынешнего мэра могло получиться же и по-другому совершенно если взяли бы и не допустили понимаете если бы не допустили было бы понятно что старый мэр бы остался понимаете когда я слышу извините я просто как бы это когда я слышу что кто-то набирает 92 процентов я вспоминаю советский союз а это рудик данилович мэр бершевы прекрасно значит к нему относятся жители или другой пример в рыхлоте не было друг второго кандидата один кандидат никто вообще не выставился кстати это очень опасно это очень опасно потому что там же голосуют как если не наберется определенное количество то вообще его снимут и будут новые выборы то есть были очень интересные выборы что с одной стороны у нас есть девяносто два процента а с другой стороны это уже в виде шутки я произношу в ашкелоне сначала думали что будет 2 су это тур но когда посчитали голоса заключенных то у нас появился победитель быть шемиш быть шемиш вообще неожиданность женщина ультра ортодоксов победила женщина но я знаю что грозно это другого лагеря тем не менее это ведь все свидетельствует о том что происходят какие-то перемены все же с вашего позволения не могу не отметить что конечно более 10 претендентов на пост мэров были лица которые в той или иной степени подозревались либо обвинялись либо ждут суда по поводу утраты общественного доверия всегда больше процентов под судом или подследствием на сей раз мне кажется их количество низко переходит через все разумные мы растем а вот скажите пожалуйста на ваш взгляд это случайность или что называется тенденция когда вот на этих выборах достаточно крупных или скажем так спорных городах как бейтшемиш в хайфе в бейтшемише в натании победили женщины ну вообще-то это красиво и если это будет продолжаться то я как бы только за вообще когда женщина насчет руководит как-то я всегда надеюсь что там более мирно должно произойти после женщины в первую очередь за мир а почему женщина ну я так думаю по крайней мере внешне но смотрите это мне кажется хорошо это раз с другой стороны возвращаясь как бы еще к прошлому вопросу я всегда говорил что у каждого мэра есть свой строительный подрядчик и поэтому нас вот такие как говорится неожиданности происходят что некоторые под судом или на заведено они и тем не менее они получают большинство это значит что еще свидетелям чумы являются горожане горожане знают что если будет другой мэр и у него будет свой строительный подрядчик то есть но этому мэру они в чем-то доверяют и за него идут но извини саша я все же хочу чтобы можно да пожалуйста мне ответил пожалуйста ты считаешь что вот эта тенденция горожан считать что у каждого мэра будет свой строительный подрядчик она не говорит о том что это происходит происходит с народом что-то происходит с какими-то нравственными нормами потому что если это воспринимается как нормальное явление то куда мы катимся согласен с тобой и ладно это тема отдельного разговора вполне возможно мы к нему вернемся ты за женщин мэров конечно на этом мы закончимся я только вне связи со строительными подрядчиками я согласен я только в заключение скажу что вся эта борьба имела большой смысл даже независимо от этого мифического пока что строительного подрядчика прошу прощения о котором здесь спорили мои коллеги дело в том что газета калькалист не поленилась проверила и уточнила что мэр города в котором проживает больше двухсот пятидесяти тысяч жителей таких немного в израиле но они есть его зарплата сорок семь тысяч шестьсот восемь шекелей в месяц ну а все другие зарабатывают гораздо меньше от 35 до 38 тысяч шекелей в месяц вот на этом и все коллеги большое спасибо напомню что со мной в студии были илана михаэль и александр цинкер всего доброго спасибо